Всем привет! Буквально пару дней назад я вам рассказывал про новинку от Cubot среди защищенных смартфонов. Это Cubot King Kong 5 Pro. Кстати, сегодня его начали продавать со скидочной ценой в 129,99$ и эта цена будет несколько дней до 2 апреля. Характеристикам телефона по части производительности. Производитель не очень хвастается, а мне интересно, на что способна железо смартфона в нынешних реалиях, ведь это важно. В основном на таких телефонах на первом месте стоит его защищенность, и она здесь на высшем уровне. Ведь когда у гаджета есть защита по стандартам IP69K, IP68 и MIL-STD810G, то сразу ясно, что ему не страшны падения, высокие и низкие температуры, пыль, и его можно ронять в воду на долгое время. На каждом из четырех углов есть дополнительные вставки с плотной резиной, которые берут на себя удар при падении. И это хорошо, ведь гаджетом вы сможете пользоваться дольше, если он попадет в какие-то приключения. Но вот что же насчет начинки. Процессор здесь MT6762D, то есть Helio P22. Разработали его в мае 2018 года. Процессор предназначен для устройств среднего класса и имеет 8 ядер. Четыре из которых Cortex-A53 в 2000 ГГц работают на повышенной частоте, и другие четыре Cortex-A53 в 1500 МГц это энергоэффективные ядра. Это не самый слабый проц среди тех, что используют в бюджетных гаджетах, но и производительность у него сомнительная. Оперативке установлено 4 ГБ и 64 ГБ внутренней памяти с возможностью расширения до 256 ГБ. Вот вырезка из видео, где парень тестирует смартфон на этом же процессоре и с такими же характеристиками. В общем, как вы поняли, если вы захотите поиграть во что-то производительное, то разве можно поиграть на минимальных настройках, не больше. А вот что порадовало, так это батарея 8000 мАч. Хотя было бы странно, если бы в такого монстра впихнули батарею поменьше. По словам производителя, время автономной работы на полном заряде составляет 550 часов в режиме ожидания. При обычном использовании, думаю, продержится около 2-3 дней, не больше. На автономность работы также влияет и дисплей, который далеко не маленький. Диагональ у него 6,1 дюйма. Но из-за невысокого разрешения, 1560 на 720 пикселей, батарея не будет очень быстро расходоваться. Тут как бы и минус в том, что хотелось бы немножко качества получше. И плюс, что батарея дольше продержит телефон в работе. Хотя лично бы я выбрал качество картинки. У Кинг-Конга по заявлению хорошие стереодинамики. Это позволило бы смотреть ролики не только с хорошим звуком, но и качеством. Еще немаловажной способностью есть фото возможности гаджета. Сзади находится моноблок из трех камер, которые по заявлению очень даже ничего. Во главе стоит 48-мегапиксельная камера от Sony, которая должна делать хорошие фото без проблем. И две другие на 5 и 0,3 мегапикселя для макросъемки. Селфи-камера здесь 25 мегапикселей. Для звонков по мессенджерах подойдет, если что-то нужно. Если посмотреть на опыт работы с подобными смартфонами за эти деньги, то в большинстве случаев они просто нормально снимают. Но петь хвалебные оды про 48 мегапикселей от Sony, я думаю, не стоит. Так как далеко не мегапиксели решают в качестве фото, которые выйдут, а немного другие параметры. Да и в принципе Sony является монополистом по части камер в смартфонах и не только. Так что ставить датчики от каких-то других брендов, это был бы какой-то лютый зашквар. И еще из полезного есть NFC, сканер отпечатка пальцев сбоку, GPS, GLONASS и Beidou. Габариты у Кинг-Конга, как вы понимаете, добротные, как и у всех защищенников. И тут нечем удивляться, как и в принципе и другим параметрам. А вот цена может удивить, так как она с сегодняшнего дня и до 2 апреля снижена до 139,99 долларов. Но также можно использовать промокод на скидку в 10 баксов и выйдет вообще 129 долларов. Вроде неплохо. Да, смарт конечно далек от идеала, но и цена не космос, согласитесь. Кстати, есть еще неплохой способ испытать свою удачу в розыгрыше 10 таких Кинг-Конгов. Для участия переходим по ссылочке в описании и там есть все. Там элементарные условия. А также желательно напишите комментарий под этим видео о том, как вам дизайн Кинг-Конга и что думаете вообще про сегмент защищенных смартфонов. Точно есть люди, которым будут эти телефоны в тему с такой защитой. На конкурс и на само устройство ссылки есть в описании. Нажимайте на колокольчик, на подписку и на лайк. Так вы оцените мои труды. Всего вам хорошего. Увидимся.